Мария Георгиевна Фауста В Донецкой области, город Краматорск Там строился огромный завод всесоюзного значения Мои родители там работают Я там закончила 10 классов Был выходной день И мы в кино собрались с подружками Ну и ребята там, подружки И вот объявили Без объявления войны Германские войска Напали на нашу страну Мы в кино не пошли Мы стали думать, что надо, как нам пойти на войну И вот нам, конечно, было Очень, ну, страшно Нам было и страшно, и тревожно Ну, мы не стали плакать и рыдать А одели вещь в мешок походный И пошли с фашизмом воевать Повезли нас в город Харьков Это же Украина была Взяли на курсы радистов Мы учились 3 месяца с половиной До ноября И потом воинские части стали отступать И мы тоже стали отступать Вместе с воинскими частями Мы шли пешком 50 километров Я помню, это очень хорошо Было очень неприятно отступать Потому что там жители не спали Они были огни зажженные На балкон выходили И даже выкрикивали Что вы нас бросаете? Было много раненых Помощи не было Нас уже осталось мало Еды у нас почти никакой не было Выходили кто как мог Помню, этот населенный пункт Назывался он Гороховатка Вот мы в этот пункт вошли Они, немцы, высадили десант Завязался бой Сколько отобьют, они еще десант высаживаются Я даже помню, там пшеница росла И они прямо как Сыпались Бой там был Все горело Так, когда нас уже прижали Косколу Зенитчики приехали на машине Ну, у них уже Снаряда почти не осталось И там приехала переводчица Стал обстрел Зенитчики все Прыгнули с машины И она И куда-то исчезла Ну, так как она мне рассказала Что она московская Это последняя дочь Любимая Там все такое И как-то мне Я поняла Что она вот С испугу куда-то там Забьется Так и было Я спросила Вы не знаете Куда вот Может видели Такая кудрявая В военной форме Они говорят Он там все побежали В укрытие Там подвал И я ее увидела Она там сидела Прям дрожала Ну, первый раз Такую обстановку И там были дети Женщины пожилые Там и молодые И вот я ее Она даже Молча Я ее за руку взяла Она ни одного слова не сказала Я ее вывела На дорогу Ну, уже все Отступили А мы остались Одни на дороге Ну, и нас спасло Только то, что Увидели мы Едет машина Ну, мы остановили машину И на крыло Прыгнули Переправа была разбита Надо было К следующей переправе Километров 8 Я смотрю Летчик Он в форме летчика Мы на крыле ехали Он сказал Следите за воздухом Ну, я следила Бомбы столько Бесконечный обстрел И вот они так Жили Обстреливали Бесконечно Ну, мы уже знали Там, если вот так вот Прямо падает Бомба Прямо на нас Это не на нас Ну, потом я сказала На нас Он как Ну, он же летчик Он крутанул Прямо на дерево Радиатор весь разбило Ветки полетели Как будто прям Ветро в них сдуло Моментально А мы Под машину То, что я делала То и вот Моя Таня Смирнов И он Сказал Девушки Давайте Перебегать А мы в воронку Прибежали Там воронок уже много Они бомбили Бомбили И мы с одной воронки В другую Перебегали Заход за заходом Я помню Как они Низко-низко Летчики спускались С пулемета Нас Убивали Вот уже река Мы с одной воронки В другую Голову нельзя поднять Только успевали Перебежать А заход за заходом Они нас бомбили До позднего вечера Вдруг Сказали Танки Танки И тут началось Все к реке Бросились И вот Запомнились мне Которые не умели Плавать И когда они у нас Были в полку Я спрашивала Почему же вы Не можете плавать Они говорили Они были связистами Вот у нас Со Средней Азии Ну у нас Арыки Где мы научимся Плавать Они погибли Только потому Что не умели Плавать Жалко было Людей Которые А на той стороне Кто переплыл Уже было безопасно Потому что Там уже Болотистое такое И бомбы Они Они только Грязь Выплескивали Не разрывались Туда И Они даже не стали Уже бросать И Короче говоря На той стороне Уже было Было безопасно Надо было Только бы туда Ну тут я сказала Будем плыть Она говорит А я плавать не умею Я говорю Как же В Москве жила Она говорит Мы там дачу снимали А там речка была Такая Переплюйка Где я там научусь Ну короче Вот это думаю Номер Тогда вот Там много деревьев Сухих валялось И одно дерево Такое Ну такое Метра там 22 Наверное Может побольше Я так постучала Чтобы она не гнилая была Она крепкая вроде Я А у нее была Сплащ-накидка Сплащ-накидку Наши сапоги Там юбки У меня правда У нее юбка У меня брюки были Вот Потом Пилотки У меня еще была там это Батарея Бас такая Туда мы Завернули Вот И Я говорю Бей ногами Держись Она хотела Рядом со мной Я думаю Она меня утопит И сама Я говорю Нет Ты бей ногами И вот И так мы поплыли Обстрел был Бесконечный Просто в нас Не попали Волосы были Обгорелые Особенно у нее У нее Большие У меня тоже были Отросли Там парикмахеров Не было Волосы Жженные Были Значит Пули у нас Попадали Только по волосам Мы сами Удивились После этого Вот Она вот Меня крутила Она все время Ноги почему-то Хотела погрузить В воду А я Ее заставляла Бить ногами Чтобы она Это Вот это Мне мешало Вот так Переплыли На этой стороне Уже Уже там Спецсадбата Приехали И собирать Убитых И мы Нас На машину Мы какие-то Все были Это Грязные Что ли Что Меня не узнали Даже Медсадбате Я говорю Ну дайте воды И потом узнаете Ну вот так Вот я ее И спасла Ну она просто писала Когда она Уже попала При армии Уже была Она там Переводила Письма Убитых немцев И вот она писала Что я вот Живу сейчас Вот рядом Со мной Девушки Вроде так Более-менее мы Ну В случае Что со мной Они мне не помогут Вот так Она мне написала Медсадбате